Отметить День пожилых людей сами виновники торжества решили активно в лесопарке Пышки. В Гродно огромной популярностью пользуется скандинавская ходьба. Особенно ее полюбили горожане старшего возраста. Поэтому и было решено приурочить фестиваль скандинавской ходьбы ко Дню пожилых людей 1 октября. Хоть погода и не была щедрано тепло, многие спортсмены считают, что именно в дождь проще заниматься физическими нагрузками. Скандинавская ходьба объединила представителей разных профессий, вышедших на пенсию. Это работники ЖКХ, строители, энергетики, учителя, врачи, а также люди, представляющие ветеранскую организацию. Праздник начали с мастер-класса по технике ходьбы и правильному дыханию. После прохождения дистанции участников ждал сытный обед, каша, уха, чай и сладкие угощения. Настроение спортсменов поддерживали знакомые, любимые песни в исполнении гродненских артистов. Я считаю, что люди, когда встречаются, общаются, особенно в таком возрасте, когда они находятся на пенсии уже, для них важно это общение и важно сохранять активный образ жизни. Поэтому сегодня профсоюзы решили сделать очередной толчок, чтобы призвать наших ветеранов к активному образу жизни, заниматься физкультурой, своим здоровьем. Но когда люди здоровы, тогда у них и настроение, и желание общаться с детьми, с внуками, помогать им. Фестиваль скандинавской ходьбы стал символическим продолжением декады «Золотой возраст», которая проходит в Гродненской области с 28 сентября. К слову, какие условия созданы в нашем городе для пожилых людей, мы расскажем и в нашем специальном репортаже в субботу, 2 октября, в программе «События недели» в 10.00. Субтитры создавал DimaTorzok